Многие слышали о лечебном голодании, читали, что это самый короткий путь к безупречному здоровью и долголетию. Удивлялись рассказам практиков о том, что без пищи трудно прожить только первые три дня, а потом наступает волшебное ощущение настоящего счастья. Именно так писал знаменитый Поль Брэк, автор книги «Чудо голодания». Но оказывается, его жизнь полна мистификаций. Что же можно сказать о его учении? Это Поль Брэк, теоретик и практик лечебного голодания. В 80-е годы он мгновенно стал идолом для тысяч сторонников здорового образа жизни. Да, великий дядька, замечательный учитель голодания. Когда в продаже появилась книга Брэка «Чудо голодания», люди отказывались от привычного распорядка целыми семьями. Так убедительно выглядела концепция, главной составляющей которой были голод и дистиллированная вода. Таким образом считая, что организм в этот момент освобождается от лишних солей, от лишних шлаков, активизируются его энергетические запасы. И таким образом он говорит о том, что не то, что голодание излечивает какое-либо заболевание, но оно может мобилизовать организм на борьбу с каким-либо заболеванием. Но правда о поле Брэкги оказалась шокирующей. Официальная медицина Европы запрещает прописывать пациентам голодание, если речь не идёт об операции на желудочно-кишечном тракте. Голодание, особенно сухое, то есть без воды, считается смертельно опасным. По крайней мере, так утверждают опытные эндокринологи. Но закрытые частные клиники под строжайшим секретом всё-таки лечат именно так. В Европе есть клиники, доходящие до тысячи евро в сутки. Ну да, там классные, убранцы, но там не кормят. Только воды и выводят тебя потом из голода. То есть нужно деньги заплатить для того, чтобы с тобой провели время, и ты поголодал, очистился. В России идея лечебного голодания популярна уже более 30 лет. Врачи подтверждают, отказ от еды действительно может вылечить некоторые заболевания. Например, с помощью лечебного голодания лечат некоторые формы психических заболеваний, в частности, шизофрении. Кроме того, некоторые формы заболеваний суставов, позвоночника, некоторые формы аллергических состояний. Никита Джигурда вылечил голодом как раз аллергию. Актёр и шоумен – единственная знаменитость, которая не стеснялась и не стесняется рассказывать о том, что практикует голод. Больше того, его подробные видеоотчёты до сих пор собирают тысячи просмотров в интернете. После 48-дневного голода я весил 52 килограмма, и дальше до фактически 90 килограмм, или 87, я набрал на вегетарианской пищу. Голод – это не диета. Похудеть от голода можно только на короткое время. А потом килограммы вернутся, прихватив с собой новые и новые. А перманентные разгрузочные дни или даже недели ведут к таким заболеваниям, как анорексия и булимия. Практически каждый сезон модельный мир содрогается от очередной шокирующей новости. На подиуме от истощения умерла модель. В чём же дело? Оказывается, голодание затягивает человека. Голод должен быть защищён ежедневными тренингами, размышлениями о сути происходящего, о том, кто мы, медитации, тождества, самой действенной медитацией с древних времён при голодании и на выходе из голодания вообще была медитация тождества с абсолютом. Голодание – это единственный ритуал, объединяющий абсолютно все религии, направления, культы, белую и чёрную магии. Ритуал угнетения плоти, лишения. Возможно, древние действительно знали толк в очищении. В любом случае, учёные всего мира до сих пор пытаются понять – голод, панацея или сумасшествие. Учёные Ельского университета доказали – с помощью голодания можно восстанавливать клетки головного мозга. Но действительно ли отказ от пищи может творить чудеса, открывать сверхспособности? Вот, например, индийские йоги издавна считают голодание одним из методов исцеления души и тела. Всё индийское снова в моде. Российские города заполонили объявления о кружках йоги. Массы народа устремились к гармонии и просветлению. Есть философия, например, буддистская философия, которая вся построена на совершенно ином питании. И там, например, та же самая аюрведа – это прекрасный способ гармоничного, полноценного питания, которое подбирается с учётом особенностей каждого отдельного человека. Но, опять же, этому учатся там всю жизнь, и это прекрасно подходит для людей той культуры, того происхождения, той расы. Все восточные практики сильны своей многовековой историей. Например, бегу. В переводе с китайского – это без еды, не зёрнышко. В простонародье их называют солнцеедами. Ирина Дерещева, мать четверых детей, уже несколько лет практикует длительное сухое голодание. 50 дней при выезде в Крым, когда мы на берегу жили, 50 дней, вот мы на закате, на восходе, смотрели. И считается, что это помогает набирать энергию и, в общем-то, отрезает от еды. Солнцееды называют себя новой расой. По их мнению, за людьми, которые ничего не едят, великое будущее. По прогнозам американских учёных, через 150 лет население Земли вырастет на четверть, а запасы пищевых ресурсов сократятся на 50%. Это значит, что миллионы человек останутся без еды. Когда я голодал в 30-48 дней, я прекрасно понимал, что человечество в эволюции ждёт именно этот путь. Вегетарианство, голодание, медитации, праздники, мистерии, связанные, естественно, с солнцем, как проявленной энергией жизни. Действительно, если в Древней Греции с пропитанием ещё могли возникнуть проблемы, то солнце всегда было, хоть отбавляй. В историческом контексте дефицит пропитания – как разумная тренировка организма. К чему же готовят себя современные солнцееды? Особенное направление, наверное, особенные люди, которые увлекаются тем, чтобы питаться солнцем. И есть в этом что-то нарциссическое. То есть, наверное, люди, которые декларируют, что мы питаемся солнцем, это некая, наверное, потребность приблизиться к этому потрясающему источнику света и, наверное, приблизиться к каким-то совершенно меньшим каноном красоты и стать совершенно-совершенно уникальными и солнечными. В любом случае, организм современного человека воспринимает голод как экстремальную ситуацию. В таких случаях организм млекопитающих начинает вырабатывать особый белок. Он раскрывает кризисный потенциал организма и, в частности, создает условия для продления срока жизни по меньшей мере вдвое. К такому сенсационному выводу пришли американские ученые. Исследователи считают, что аналогичный механизм действует и в человеческом организме. Бывали случаи, когда с помощью голодания удавалось победить болезни, считающиеся неизлечимыми. Константин Кулешов, театральный продюсер из Петербурга, заявляет, именно так ему удалось спасти от верной смерти свою жену. Кулешов – поборник практики лечебного голодания. И когда 13 лет назад его супруги поставили страшный диагноз, рецепт уже был наготове. Но поскольку я при ней, так сказать, на её глазах голодал, она решила попробовать полечиться методом голодания. И каждый год у неё всё лучше и лучше становились анализы и самочувствие. И вот через 8 лет, значит, в очередной раз, взывав анализ, она, и врачи сказали, что у вас уже и следов не осталось вашего лейкоза. Сейчас Константин возглавляет театр имени Анны Самохиной в Санкт-Петербурге. Он прекрасно помнит, как звезда умирала в муках после очередной химиотерапии. Анна Самохиной. Когда узнал, что вот у неё такой диагноз, я говорю, попробуй. Это я ей посоветовал тогда, когда врачи уже от неё отказали. То есть ей была проведена химиотерапия. Она лежала в клинике на водном канале. Я говорил с лечащим врачом. Она говорит, мы ничего сделать не можем. Актриса опустила руки и не стала голодать. Константин уверен, голодание – единственный способ победить рак. Ну, хотя бы попробовать. Официальная российская медицина признаётся. Голод – это одна из главных загадок современной науки. Голодание – это очень спорный аспект медицины. И до сих пор очень много учёных, которые его поддерживают, которые категорически против голодания. А которые, ну, пытаются в этом разобраться. Поэтому голодание нельзя называть каким-то лечебным. Так как до сих пор все механизмы, которые происходят у нас внутри, в организме, не изучены даже вот нашей современной медициной. Так что же случается с организмом во время длительного голодания? В какой момент происходит тот самый перелом, когда наши внутренние резервы активизируются, а один из основных инстинктов отключается? Первые 2-3 дня – это адаптация человека к голоданию. Там резкое повышение аппетита, человека раздражительность, выброс стрессовых гормонов. То есть человек себя плохо чувствует. Где-то на 4-й день аппетит снижается, человек начинает чувствовать себя более-менее. К 10-му дню происходит такой, ну, ферментативный криз, так называемый, когда человек повышается настроение, у него всё хорошо, просто улетает, порхает. Некоторые психологи выражаются проще и откровеннее. В этот момент человек просто сходит с ума. В мозгу начинаются необратимые процессы. Организм наш переходит на эндогенное питание. То есть он не получает питание из вне, и он начинает расщеплять наши ткани. Солнцееду утверждают – они сверхлюди. А медики измеряют среднюю температуру по больнице. И когда врач читает лекцию, говорит, что человек через 3 дня без воды умирает, я говорю, пардон, у меня сегодня 7-й день, и давайте мы с вами посоревнуемся, поприседаем, поджимаемся, у кого из нас больше силы выносит. Избавиться от всех болезней, очиститься от шлаков и токсинов, причём абсолютно бесплатно – это ли не чудо? Астероиды по своему складу, они очень подвержены влиянию. И чаще всего какая-то идея, которую они услышали, которая приветствуется в обществе, которая декларирует там особенно здоровый образ жизни, которая говорит о том, что вот только так можно питаться, и никак иначе, они воспринимают как идею, которой обязательно нужно следовать полностью. Никита Джигурда до сих пор с удовольствием перечитывает Брэга. В своё время он, как и вся страна, вдохновлялся примером знаменитого диетолога. Поль Брэг, доживший до 90 лет, даже более погибший на серфинге, катался с новичок в море, да. Но какова правда о легендарном Брэге? Газета «Вашингтон-Пост» провела собственное расследование и выяснила, что его биография едва ли не наполовину выдумка. В публичной библиотеке города Бейтсвилл, штата Индиана, сохранилось свидетельство о рождении будущего диетолога. Там открылась тайна его беспрецедентной моложавости. Великий Брэг прибавил себе 14 лет. Но и это не всё. Журналисты выяснили, что гуру голодания умер совсем не во время морской прогулки, а в больнице от сердечной недостаточности. Стал жертвой своего метода. Чудес в этом вопросе быть не может. Мода на юное худощабое тело сыграла злую шутку едва ли не с половиной человечества. Уверены опытные психологи и социологи. Древнейшие эзотерические практики превратились в культ тела, хотя изначально были направлены на укрепление здоровья. Если мы говорим о том, что в последнее время культ худобы, то здесь очень перекликаются диеты, сыроедение, жидкоедение, вегетарианство. Всё это перекликается с темой похудения. И получается, что с одной стороны идея о том, что я особенная, я питаюсь особенным образом, с другой стороны стремление к худобе, которое сейчас практически поглотило пространство. У голода две стороны – светлое и тёмное. Возможно, мы неправильно понимаем смысл и суть голодания. Чудеса случаются вне зависимости от того, что мы едим или не едим. Все мы мечтаем быть вечно молодыми, красивыми и счастливыми. И ради этого готовы на лишение. Но что, если организм просто не сможет пройти испытания? Легендарный Гиппократ лечил пациентов голодом, но предупреждал – на 20-е сутки жизни без пищи человек вполне может умереть. Не зря ведь говорят, что голод – это трамплин, с которого либо целительное просветление, либо в бездну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова